Вторая партия сегодня с гроссмейстером Хикару Накамура. Играет вариант в b6. Но я, скорее всего, буду разыгрывать что-то типа каталона. Он сразу сбивает на f3 и хочет оставить меня с изолированной пешкой. Но придется это терпеть. Размениваюсь. И хочу поставить f4, а потом перевести коня, например, через f3 на e5. То есть какой-то такой у меня план здесь будет. Ферзь d3. Конь d2. Теперь ладья c1 еще сыграю. Ну и конь e5, наверное, уже пора залазить здесь. Ладья c3. Наверное, позиция примерно равная. Может быть, небольшой перевес у черных здесь уже, потому что у них лучше пешечная структура. И косвенное давление на пешку d4 организуется. Здесь вопрос, что делать дальше. Наверное, ферзь b1. На ладья c3 я возьму bc и подорву c4. Вот такой аргумент. Для гроссмейстера приготовил я. И здесь вопрос, чем брать. Наверное, возьму пешкой с f, чтобы раздвоиться. Теперь ферзь b5. Вот такой ход. Стремлюсь в эншпиль. Может быть, ход ладья c6. Поставит мне ловушку. Нельзя cd и заладья c1. И подвисает ферзь. Скорее всего, будет уклоняться от разменов гроссмейстер. Хотя нет. Смотрите, принимает размен. Ну и здесь я играю просто слон f1. Я думаю, что позиция у меня уже не хуже. Этот эншпиль не должен быть проигранным. Хотя вот, знаете, подрыв. И после f4 конь f5. Очень неприятно для меня. Есть ход слон h3. Ну, кстати, слон h3, а почему бы и нет. На король f7 уже f4 сыграю. И хода конь f5 вроде нет. Конечно, позиция более закрытая, чем открытая. Но все равно здесь, я думаю, у меня слоны не такие уж и плохие. Второй может выйти на a3. И будет какая-то игра. Этого слона переведу сюда. И на конь e7 уже, наверное, слона поставлен на d3. Так, ну а Накамура, естественно, тут будет играть на победу. Будет крутить до последнего эту позицию. Что, в принципе, неудивительно. Я пытаюсь здесь прицепиться к пешке g. d4 сразу обостряет. Я иду королем съедать просто эту пешку. Просто хочу в наглую ее съесть. Слон e4 еще сделаю ход, чтобы ограничить два поля. И теперь уже спокойно пойду за пешкой. Может быть, даже удастся за победу еще здесь побороться. Хотя не вижу, как здесь пройти. Предлагаю ничью. Но даже в этой позиции Накамура хочет просто срубить мне флаг. Это, конечно, его дело. Но я постараюсь здесь как минимум 50 ходов сделать за 40 с лишним секунд. Предлагаю периодически ему еще ничью. Ну, а он не соглашается. Где-то еще может параллельно, может быть, мне пешку скинуть, когда у меня совсем мало времени останется. Так, вот так. Ну, теперь взял уже. Теперь будем играть до последнего этот пешник. Неужели здесь будет катать? Ну, пожалуйста. Просто кручусь туда-сюда фигурами. И это, разумеется, ничья. Еще здесь прорвусь. Заблокирую вообще все пешки. Просто наглухо заблокировал позицию. И хожу туда-сюда королем. Естественно, ничья. Считаю это неплохим, вполне неплохим результатом. Учитывая то, кто мой соперник. Что-то он перестал сделать ходы. И вот снова оживился. Пешку он уже нигде не двинет. Так что просто сейчас истечет 50 ходов. И, естественно, будет ничья. Ну, и ничью зафиксировал компьютер. Предлагаю еще одну партию.